По всей России прокатился важный праздник по размаху, сравнимый с Новым годом – День народного единства. 4 ноября призван напоминать нам о том, что многие десятки национальностей мирно живут вместе и помогают друг другу. Да, так слово выбрано не случайно, ведь именно в этот день, более 400 лет назад, народное ополчение людей разных вероисповеданий и культур объединилось и защитило Москву от захватчиков. Сегодня в память об этих событиях россияне празднуют, угощаются национальными блюдами соседей и проводят концерты. Торжество прошло и на площади Ленина в Симферополе. Крымские татары, русские караимы, украинцы, греки и еще почти две сотни народов. Это невероятный калейдоскоп, учитывая скромную площадь полуострова и его население в 2 миллиона человек. Неудивительно, что мусульмане вместе со своими православными соседями отмечают Пасху, а русские ходят в гости к татарам на Рамадан. Также неудивительно, что здесь стираются такие понятия, как украинская, грузинская, армянская или какая-то еще кухня, ведь наши культуры слились. Впрочем, это не мешает крымчанам полакомиться каким-либо национальным блюдом. Для этого на праздники организовали целый фудкорт с угощениями народов республики. Вот это мусака, это традиционнейшее вообще греческое блюдо. Здесь присутствуют и овощи, и мясной фарш, и в том случае вкусные. Это пастиццо. Греки издревле спорят с итальянцами. Кто первый, греки или итальянцы? Видите, какие красивые макаронные блюдо? Это фаршированный перец, это вообще среднеазиатская блюдо. А это вот вы видите, это уже как маленькие пирожки. Кроме угощений, симферопольцев привлекла выставка народных поделок, где можно было отыскать множество интересных вещей в национальном стиле, которым найдется место в любом доме. Целая игровая площадка для детей с научными экспериментами и машинками на радиоуправлении. Для взрослых предусмотрели машинки побольше. По проспекту Кирова прошел автопробег. У стен Совета министров расположилась небольшая выставка раритетных машин. На каких-то моделях наши дедушки возили с дачи картошку, а некоторые красовались в советских фильмах. Автомобиль снимался в нескольких фильмах, самыми яркими из которых это Анна Герман. С Анны Герман начинается каждая серия этого, с проезда, значит, этого автомобиля. И Абадзинский, эти глаза напротив. Часто вот были мероприятия с каскадерами, значит, Севастополь, Коктебель. И мы там ездили под итальянскую мафию, что называется. Костюм в полоску, шляпа в полоску и Томмиган. На площади Ленина, ставшей площадкой для большого праздника, нет ни одного грустного лица. Каждый симферополец и гость города доволен. Ведь 4 ноября, как нельзя, кстати, был теплым погожим днем. В очередной раз доказывающим, что над всеми народами светит одно солнце, и все мы живем одним. Своими детьми, близкими и друзьями. Несмотря на их веру и национальность. Никита Егоров, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ.